Доброе утро! Сегодня у нас второй день РЭД, только можно придумать и выпускница школы телевидения Останкино. И сегодня у нас интереснейшая тема «Твой карьерный путь», тема, которая действительно волнует многих студентов. Что же делать после университета? И с нами работают прекрасные эксперты. Это Анастасия Каманина и Евгений Вольтов! Тут все аплодируют. Коллеги, доброе утро! Как вы? Как дела? Доброе, доброе. Отлично. Замечательно. Субботу-то утром встать, чтобы рассказать, но только ради культурно-просветительского. Женя вчера просто приехала с важного ответственного мероприятия, сейчас про это тоже расскажешь. Ребят, давайте вы немножечко расскажете нашим зрителям, кто вы такие и почему именно вы сегодня эксперт этого дня. Анастасия, начинаем с вас. Конечно, да. Женские права вот эти все. Что вы хотите знать. Ну, рассказать, кто я, в смысле, чем я занимаюсь. Да, конечно. Так, ну, вообще, я сейчас дизайнер на фрилансе, и при этом автор-исполнитель, я пишу музыку, занимаюсь музыкой. А вообще по образованию программист. Да, с опытом ивент-менеджмент. Так что меня жизнь потаскала. Все, как мы любим. Самое интересное, пожалуйста, расскажи людям, чтобы понимали весь уровень. Что именно рассказываешь? МТВ, там, МТВ, там, все движухи. Ну, окей, окей. Я победила в конкурсе МТВ, касса музыка от МТВ Раша и Бакарди, и была участницей украинского шоу «Голос» в команде «Монатика». Вот так вот, друзья. Да-да-да, кого попало, не приводим. Евгений, пожалуйста. Вот вы и попали. Я работаю исключительно по профессии. Мне очень повезло, на самом деле. Я по первому образованию журналист, по второму медиа-менеджеру, по третьему я психолог, арт-терапевт, прикинь. Вот, это все позволяет мне как-то с коммуникацией справляться четочку лучше. Ну и, как следствие, вкупе это рождает и телевидение, и продюсирование. Я совершенно точно знаю, что я не лицедей, настолько, насколько мои артисты. Дело в том, что лицедеи стареют. Вот ты, Кристиночка, если будешь часто сидеть в кадре, обязательно когда-нибудь состаришься. А вот продюсеры не стареют, понимаешь? Вот, и поэтому я выбираю для себя закадровую такую деятельность и продюсирую тех артистов, которые уже у вас вон там в телефонах поселились. Ну, давай назовем имена самых известных артистов. Нам нужно, понимаешь, показывать аудитории уровень. Ну, я работаю, собственно, с 16-го года вот прям плотно с артистами. Это и девочки с Comedy Woman, это Алена Водонаева, это Настя Ивлеева, это Юлия Ковалев, это Алексей Житковский. Если, может быть, кто-то знает такого персонажа. Ну, и это коммерческие бренды, которые вы тоже знаете, в которых вы кушаете, в которых вы одеваетесь. Но на условиях НДА их я называть не буду. Еще про гонорар спроси меня. Все позже, все позже будет. Шутки, минутки. Итак, давайте тоже еще немножечко про то, что будет действительно интересно. Сегодня у нас тема будет заключаться в основном в том, как прийти к своему карьерному выходу, что делать после университета и вообще, как студенты сейчас поступают, выпускаясь из универов, куда они идут и почему часто они наверняка совершают ошибки, а может быть, просто не знают, что делать. Ну, давайте начнем с ваших примеров. Настя, скажи, пожалуйста, на кого ты училась, как ты к этому пришла и насколько действительно твой образовательный путь потом сопоставился с карьерой? Ну, сопоставиться он никак не сопоставился, хотя польза от этого явно какая-то была, мне кажется. В целом, от любого образования есть гигантская польза. И как минимум в университете ты учишься крутиться, вертеться и делать все в максимально сжатые сроки, быстро все успевать, поэтому это в любом случае плюс. Вот, а я вообще отучилась на программиста и бакалавриата, магистратуру. Вот, и делала я это исключительно потому, что я не знала, чем я хочу заниматься, а там были олимпиады, поступления по олимпиадам. Я просто прошла, думаю, ну ладно, посижу еще, подожду. Вроде как мозги есть, нормально, сработаемся. Вот, и я, честно, ждала очень долго, не понимая, что я хочу делать. И после университета я очень случайно попала в ивент-индустрию, и моя первая работа – это был, собственно, ивент-менеджмент, который уже открыл гораздо большую поляну, кругозор такой тому, что можно делать дальше. Вот, поэтому, ну, как-то так. Начала организовывать мероприятия? Да, 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 начала, начала с ивентов, причем меня случайно вот по рекомендации подруги пригласили собственного агентства, вот на самую там стартовую маленькую позицию, с которой я практически у руководителя за полгода выросла. Вот, поэтому и было очень интересно, очень классно, но это такой суровый мир. Но на самом деле для ребят, которые не знают, что делать, и которые там не хотят идти по специальности, которые не технарили, там не хотят заниматься наукой, вот они такие полутворческие, полу какие-то креативные, они не знают, что делать, я бы всем посоветовала пойти сначала в ивенты, потому что это просто школа жизни, и это максимально многогранная история, с которой ты можешь дальше выбрать совершенно любое направление, которое тебе будет интересно и которое ты захочешь развивать. Я думаю, что с этим сейчас многие, кто находится здесь, кто находится по ту сторону кадра, согласятся, потому что... Все ивынщики. Всегда всем говорю, что организация мероприятий – это, наверное, та сфера, в которой ты можешь познать максимально все и научиться организовывать себя как человека. Если вы идете в нее для того, чтобы чему-то научиться, да, вот если вы хотите проработать в ней, то я бы не советовал. Мне очень, кстати говоря, лестно, что есть у девушек образование программистов. Я бы вот уже в сознательном возрасте с удовольствием его получил, потому что у меня есть прекрасный пример. Девочку зовут Даша Чер. Это программист по образованию из города Серпухов, которая еще два с половиной года назад занималась ивентами, продавала даже фанеру, было и такое, ну да. А потом написала, имея программистские навыки, написала в Facebook, поучаствовала в отборе и стала человеком, который попал в число 150 людей, разработчиков масок в Instagram. И вот когда… Сейчас они уже есть у всех, вот эти фильтрики, да, их можно создать, там, 6, 60, 600 тысяч, не так важно, да, сколько это стоит, это доступно. Вот когда он был только у Рианы, да, и у бренда Gucci, если вы помните, да, ну и у самого Instagram, там парочки кошечки-собачки. Вот Даша могла, одна из немногих русских программистов, делать эти маски и сделала себе на этом карьеру. Сейчас она в Майами вот живет, прекрасно себя чувствует. Ну, то есть она отошла от сначала программирования в ивент, но в итоге вернулась и дальше… Да, 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 абсолютно верно. Если говорить о моей профессии, слушайте, самое крутое воспоминание касательно, если говорить, ивентов, это педагогический отряд «Маяк», я не знаю, существует он сейчас или нет, существует, да? Мне машут тут головами за кадром, что да, да, он еще есть. Вот, да, да, да. Вот, с любовью к детям, с умом к работе, я до сих пор это помню. Вот там я научился массовым мероприятиям, ивентам, коммуникациям, как будто же когда на тебя смотрят 700 человек, вот, вот сцена, мне кажется, раза в три меньше, чем это, и тебе нужно из палки-палки и тряпки сделать представление. О, да. Вот это, конечно, школа жизни, да. Но сейчас я могу сказать, что я бы ни за что в жизни не посвятил этому в свое профессиональное время. Потому что я все-таки придерживаюсь, как продюсер принципа золотого сечения, 80 на 20 называется, 80% получаешь, 20 отдаешь, ну, в смысле, вкладываешься, и это всегда чувствуется. Вы замечали, что иногда, когда вы очень чего-то хотите, делаете, да, много, много делаете, потом, когда вы это получаете, такое кажется это пшиком каким-то. Почему? Да потому что вы устали. Поэтому я все-таки за то, чтобы вкладываться достаточно, но не перетруждаться. Запомните, любимая работа – это работа, которая делается просто, которая лучше, если она делается быстро, и которая тебя масштабирует. Вот я так думаю. Знаешь, иногда, ну, если так уж обсуждать личные примеры, ловлю себя на тех состояниях, что мне в кайф, когда, знаешь, это 200 задач, и вроде как ты еще и пытаешься делегировать кому-то, но ты все равно вот это вот 25 мероприятий в день, а потом все-таки приходит осознание, мне сказала тут хорошую фразу, знакомая, тоже с проекта «Песни на ТНТ», вчера была она с экспертом, «Счастлив тот, кто не торопится» или «Познал жизнь тот, кто не торопится сейчас». То есть это, наверное, все-таки правильно. Жень, если вот продолжать тему, сразу задам вот этот вопрос. Как ты пришел к тому, что хочешь заниматься именно этим делом? То есть как ты выбрал даже не профессию, а вот начиная с образования, университет, направление? Оно само как-то заложилось? Нет, всему виной маркетинг и кастинг на фабрику «Звезд 6». Я, на самом деле, изначально хотел заниматься музыкой, у меня есть музыкальное образование, и я в детстве и погостролировал, даже и за границей. А потом так как-то получилось, что услышал от родителей довольно здравую, на мой взгляд. Сейчас мне тогда было уже очень обидно, а сейчас я понимаю, что здравая мысль. Говорят, Женечка, все очень хорошо, если ты будешь Димой Биланом, мы в тебе очень сильно верим, может быть, там еще даже круче. А если нет, ты будешь учителем музыки? Я ничего не имею против профессии учителем музыки, однако поскольку я родился и вырос в семье военного человека, где были государственные зарплаты, назовем это так, все-таки, конечно, мамы с папой видели для меня несколько более перспективную, радужную жизнь, и поэтому они как бы предупредили, что это может быть неприбыльно, скажем так. Но поскольку я был человеком творческим, я одним прекрасным днем поехал, как сейчас помню, по-моему, это было 6 марта, на кастинг «Фабрики звезд», и отстоял эту многотысячную очередь, и мне, в общем, вся эта история, проходила это все в телецентре, мне вся эта история так понравилась, я вылетел со второго тура, но при этом для того, чтобы не вылететь из телецентра, во-первых, потому что за мной должны были приехать, одного из холодно, я такой, мне еще нужно зайти в мой институт, я говорю, в какой? В Останкино? И пошел, я даже не знал, где он. Вот я первый раз туда, собственно, пришел, узнал, что к чему, и в июне туда поступал, это вот, собственно, был такой выбор, то есть маркетинг и телевизионная реклама на тот момент работали хорошо, тогда этот институт показывали везде, по всем каналам, как реклама, помните? Вот. Это образование дало мне представление о профессии, и вообще, в принципе, любое образование, запомните, дамы и господа, это представление о профессии, оно не дает профессию, то есть как шить или как думать, тебе покажут, но шить и думать ты будешь сам, и это как раз та самая практика, да, те самые стажировки, вот. В институте Останкино того времени стажировок не было, хотя все выглядело очень красиво, и как вот мне бабушка говорила, если ты не можешь нормально работать, пойди куда-нибудь еще поучись. Я поступил точно так же по Олимпиаде, благодаря своей подруге, Марине Журавлевой, в высшей школе экономики, я узнал, что там, собственно, набирается экспериментальный магистрский курс по направлению медиакоммуникации, дело, как, господи, медиакоммуникации и креативной индустрии, что-то такое. Вот. И, собственно, в 90-м году я поступил туда по Олимпиаде, причем я не знаю под под каким надзором, да, и что нужно было съесть, чтобы проверить мою работу, потому что мне казалось, что я ничего не знал. Пришли здесь два Олимпиадника просто, друзья. Вот. Но написал на 96 из 100, а там как бы участвовал. Я правда не знаю, что я там такого написал. Мне кажется, я со страху написал все на всякий случай, знаете. Вот. и проучился там два года, да, там я работу тоже не нашел. Это к вопросу вывода о том, что если у вас кто-то, если у вас есть возможность учиться, учитесь. Просто, да, очень многие студенты идут работать, потому что не хватает финансовых возможностей, и даже есть финансовая необходимость закрывать там общагу, закрывать там покушать, поездить, тогда, да, тогда я понимаю. Но если у вас есть возможность поучиться, лучше поучитесь, потому что быстрее разгонитесь, быстрее начнете работать. После магистратуры я, собственно, так и не пошел работать. Я пошел получать образование психолога, и параллельно, вот, собственно, начал более или менее куда-то внедряться. И вот, по-моему, в 2012 году я получил свою первую стажировку на MTV, причем я, как сейчас помню, я тогда работал, собственно, в школе телевидения, и в какой-то момент позвонили и сказали, мне нам нужны девочки на кастинг в новую программу. Я вот где стоял, я вот так вот сумки и бросил. То есть это то, чего я хотел. Я говорю, так, замечательно. Я отобрал им лучших наших выпускниц, и поехал, собственно, домой, за город, за 150 километров от Москвы, еду, собственно, в автобусе и получаю сообщение, а вы можете нам помочь прокастинговать? Вот хоть сейчас выходи из автобуса на проезжую часть и езжай назад. Я, собственно, так и сделал. Ни одна девочка кастинг не прошла, кастинг прошел я. Да, ну то есть, как бы, если вот... Красиво. Да, к вопросу о том, что у меня действительно был запрос на работу в кадре, на работу журналистам, на работу внимания, допустим, не на телеканале ТВЦ, да, где мы показываем в утренних программах, как здорово, что наш замечательный мэр Москвы засыпал щебнем яму бабушки. Вот это классно, но я бы не хотел вот это освещать. Я хотел в музыкальную журналистику, и я ее дождался. Ждать, ребят, был 6 лет. Если они у вас есть, можно и подождать. Если нет такого времени, то попробуйте найти максимально простой способ оказаться там, где вы хотите оказаться. запомните, ребят, решение о том, где вы будете работать, принимает человек, да, то есть принимают люди. И единственное, что вам нужно сделать, это сделать, чтобы этот человек захотел, чтобы вы были на этом месте. Формула-то проста, на самом деле. Очень красиво сказал. Друзья, на самом деле, немножечко зарезюмирую. Действительно, для того, чтобы прийти к тому пути, на котором ты хочешь оказаться, нужно пытаться делать все. И, Жень, просто интересно, у тебя такая поэтапная история, вот я, почему мы и выбрали, да, Евгения и Анастасии, у Анастасии наоборот, сейчас мы это разберем, момент более такой, переходы с одного места на другой, что не есть плохо, это тоже интересно и круто, поиск себя. Но когда ты, беря в пример, делаешь мероприятие сначала в университете, потом в каких-то подмосковных городах типа Пушкина-Мытища, потом ты как бы копишь этот опыт, выстреливаешь и дальше уже делаешь всероссийские блогерские премии, или, например, начинаешь с каких-то небольших продюсерских проектов и дальше уже выходишь на МСМираж. Посмотрите на этого человека, то есть она делает блогерские премии, и у моего блогера ни одной ее премии, вот понимаете, все куплено. Жень, вела, вела просто. Не, знаешь, организовывала всероссийскую бьюти. Но да, кстати, было пара вопросиков у меня, почему там есть Анатолий Цой, и, не знаю, нету Милохина и Ивлеевой, например. Пара вопросиков есть, но это мы потом обсудим. Анастасия, вопрос к вам. Как человек, который просто менял профессии, насколько было страшно уходить? Вот твой уход из ивент-агентства, далее ты переходила куда? Как раз таки в музыкальную индустрию? Я никуда вообще переходила, я уходила в никуда. У меня, на самом деле, очень похожая была история, связанная с тем, что тоже изначально планировалось продолжать музыкальное образование, но на что будем жить, потому что учитель музыки это не вариант. И поэтому, собственно, пошли мы в экономический вуз. После, в ивент-агентстве получилась очень интересная история. Я всегда хотела заниматься музыкой, в университете я продолжала что-то писать, выступать на всех тех мероприятиях, все дела, но мне было страшно, и я не понимала, что с этим делать, ну как бы, как вообще к этому подступиться. И когда я проработала в ивенте, в ивенте уже где-то там полтора года было, что-то из этой области, меня как раз собирались делать руководителем все такие прям перспективы радужные, вот это все прекрасная карьера, все так успешная. И внезапно я прохожу кастинг на конкурс касса музыка от MTV Russia. Там было что-то типа 16 тысяч участников со всей России, и нас выбирают там что-то 16 человек. То есть там гигантские какие-то были масштабы. Вот, и я на меня, причем самое смешное, что на меня оставили, грубо говоря, бизнес, потому что управляющие партнеры улетели отдыхать. На меня оставили это агентство. У нас были на носу городские фестивали, то есть там ответственность, объемы, все зашкаливает, и я просто в этот момент узнаю, что я прохожу. Мне звонят, говорят... А что делать, собственно? Да, что делать? И мне звонят, говорят, слушайте, у нас завтра начинаются съемки, надо быть там типа в 9 утра. Я говорю, так, а съемки до скольки? Они говорят, ну целый день, это же съемки. Я говорю, в смысле, а работать и сниматься можно? Нет, мы найдем кого-нибудь другого. Я такая, ну не, не, я точно с вами. Я положила трубку, я позвонила родителям, причем это был первый раз, когда я поняла, что родители точно на моей стороне, они топят именно за мечты, а не за какой-то карьерный успех, потому что мне мама сказала, говорит, делай вообще, ты должна, это твоя мечта, иди, если что, мы как-то тебе поможем. Вот, и я в тот же день, собственно, сообщила всем новость о том, что, ребят, простите, я вас подставляю и сваливаю отсюда. Но на самом деле я никого не подставила, потому что на меня очень сильно обиделись, меня в этот момент немножко возненавидели, но я как ответственный человек... Ты потом встречалась с этими людьми? Да, да, и знаете, что самое интересное, один человек со мной все еще не разговаривает и как-то, мне кажется, затаил обиду. Остальные все, на самом деле, меня поняли и там через недельку уже начали писать, что они мне желают удачи, они понимают, что это моя мечта и за ней надо идти. Но я никого не подставила с точки зрения того, что проснулся какой-то халк внутри рабочий, и я за день умудрилась найти человека, подготовить вообще всю программу, все креативы, просто сделать экшн-план, что делать, если не примут этот макет, что делать другой и оставила все, передала дела. То есть я просто за день закрыла огромный пул на несколько городских фестивалей. Так хотела уволиться, что закрыла. Слушай, это вообще огонь на самом деле. Не хотела никого подставлять, да, и знаете, что самое... Я тогда, конечно, удивилась, потому что я всегда была работоспособной, но тут я вообще не поняла, мне кажется, трансформация временного пространства произошла, и мне кажется, вот в этих экстренных ситуациях реально что-то происходит в атмосфере и в нас, и мы можем вообще невозможные вещи реализовывать. Ну и, собственно, я ушла в никуда. Я ушла в конкурс, в котором, более того, меня взяли как вокалистку, хотя я вообще была не вокалистка, а именно я пишущий человек, у меня это сильная сторона. И я думаю, ну я где-то через неделю, наверное, вылечу. И каждой неделе, когда я проходила следующий этап, я каждый раз так говорю, ну, наверное, на следующей неделе точно уже вылечу. Нет, ну хочется еще, но уже было круто, все дела. Да, и я, конечно, знала, что вот я ухожу с работы, у меня есть какой-то запас денег, потому что пока я работала, тратить было некогда, поэтому они сами накопились. Вот, и, собственно, потом я выиграла конкурс, и мне казалось, сейчас начнутся такие радужные вот эти все перемены. Я же победительница конкурса на MTV, сейчас как попрет, сейчас я стану известным музыкантом, все дела. Но не так все просто было, ничего не произошло, и деньги закончились, и мне пришлось искать другую работу. Ну и, собственно, вторую работу я решила, что уж там ивенты, надо поближе к музыке. Я пошла работать на фестиваль «Усадьбы джаз». Я решила, что я буду поближе к музыкантам, ко всем делам. Но и в итоге, когда был последний фестиваль в горах, я осознала окончательно, что мне так больно смотреть за сценой. То есть все круто, мне нравится работа, у меня реально классно получается, все очень здорово. Но я смотрю, и я на бэкстейджи, а ребята на сцене. И я думаю, блин, нет, я хочу быть на сцене, я не могу быть на бэкстейджи, я прямо там в горах уволилась в очередной раз с ощущением, что я вообще не знаю, что делать дальше. Просто учитесь, как нужно маневрировать по жизни, друзья. Да, да, да. Но честно вам скажу, что если бы не было хоть какой-то подушки безопасности финансовой, то я, конечно, как ответственный человечек так бы не поступила, потому что к родителям на шею… Поступила бы. Ну, нет, ты знаешь, я думаю, что я, наверное, вот знаю себя, нет, потому что к родителям на шею садиться не в моих правилах, и как-то я бы себе не смогла этого позволить. Но если у тебя хотя бы есть сатэн на карточке, то уже можно действовать. Ну, то есть как бы… Слушай, да, это уже, кстати, очень уверенная подушка безопасности. Вот, абсолютно, абсолютно. То есть при желании этого хватит вообще даже… 100 рублей? Нет, сатэн. Нет, еще три нолика. Соточку в кармане держать. Ну, да, нет, я к тому, чтобы… Нет, я знаю, как ребята выживают на 100 долларов в известной программе. Можно, можно, да. Но рублей, блин. Да нет, 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 ну, конечно, на 100 тысяч. Но я имею в виду, что на пару месяцев хватит. Реально при желании этого хватит, чтобы и за пару месяцев можно встать и начать новую карьеру. Вот это, кстати, важный момент, да? То есть, послушайте, весь путь, который вы сейчас услышали, он был при какой-то подушке безопасности. Но это подушка безопасности. Бывают люди, которые и без нее действуют. Слушай, ты знаешь, эта же подушка безопасности была, во-первых, не гигантских масштабов, опять же, повторюсь, вот, а во-вторых, как она появилась? Это же не то, что я… нужно иметь какую-то огромную гигантскую зарплату, чтобы с нее иметь возможность откладывать или еще что-то. Нет, просто когда ты потрачишь 24 на 7 в ивентах, у тебя реально нет просто времени, чтобы куда-либо тратить эти деньги. Поэтому хочешь не хочешь, они у тебя накопятся. Не то, чтобы я советую людям идти в ивенты работать, здоровья после этого не будет. Но в целом опыт потрясающий. Нет, я к тому, что в принципе… Еще и здоровья не будет. Не ходите в ивенты. Но это для стойких. Это, конечно, надо быть готовым к этому, правда. Но это очень крутой опыт. Но на самом деле, мне кажется, на любой, во-первых, работе, даже если ты пойдешь, не знаю, в Макдональдс или куда угодно, я вот периодически думаю, с учетом, что… В Макдональдс пойти. Да. Ну, я думаю о том, что у меня в принципе периодически очень нестабильная ситуация, с учетом, что я фрилансер, и у меня нет зарплаты ежемесячной, которая поступает 100% тебе на карту. И, конечно, есть всегда риски остаться в случае чего без каких-то средств существования. Ну, и да, я думаю, но в случае чего я много чего умею, и как бы если уж совсем припрет, то можно куда-то пойти действительно и продавцом, и не страшно. И я думаю, при желании можно и с этой зарплаты какой-то небольшой накопить деньги, стартовый капитал, буквально там, которого тебе хватит на два месяца, и за два месяца вполне реально, мне кажется, попробовать начать какую-то новую карьеру, новую историю развивать. Касательно подушки безопасности, мы же можем называть бренды, да? Конечно. Вот в некотором царстве и государстве еще в нулевых годах, я не знаю, сейчас существует эта компания или нет, по-моему, существует, Avon, помните? Вот там была представительская система, в которой ты зарабатывал деньги, у меня просто у мамы были эти каталоги, ты зарабатывал, по-моему, 10% если заказ до 2,5 тысяч, что-то типа 15% если до 5, и все, что свыше десятки, 25%. Вот я привык относиться вот по этой маркетинговой системе, по системе сетевого маркетинга. Маркетинг или маркетинг, скажи мне. Слушай, я тебе не скажу. А и так и так можно. Вот. Это к чему? К подушке безопасности, да? Попробуйте от любого своего дохода, вот если он у вас получается там условно там десятка, или там сами поставьте себе лимит, там до 30 тысяч вы зарабатываете, вот 10% всегда откладывайте в кубышку. Причем откладывайте в кубышку, в которую стрёмно залезть. Как её завести? Заходите в любой банк, заводите карточку, можете даже, собственно, в своём, но вообще там потом можно переводик быстрый, знаешь, совершить соблазн есть. Вот. И кладёте прямо на эту карточку, потому что деньги, которые лежат в этой самой подушке, да. Можно во вкладе, можно вообще, в принципе, на расчётный счёт, да, положить. И откладывайте. Если это до 30 тысяч, то 10%. Если вы заработали до 100 тысяч, то отложите 20%. Если от 100 и выше, то отложите 25. Вы увидите, какое количество денег вы зарабатываете в год. Это очень крутая тема, потому что 25%, да, то есть вот эта сумма, которую вы увидите, если вы её умножите хотя бы на четверть, да, вы поймёте, что вы вообще самые классные и много чего можете, просто деньги куда-то деваются. Вот. Поэтому про подушку безопасности такой совет. А касательно выбора профессии, слушайте, не бойтесь ничего менять. Здесь бесконечное количество, может быть, скажем так, ошибок, да, в кавычках. Нельзя образование считать ошибкой, просто нельзя его получать для кого-то другого, да, для вот этого, мне что-то не нравится. Я для мамы с папой, для корочки. Вот. Даже если вы сейчас... Это очень часто, это пенсия. Да. Конечно, глупо бросать, если вы на четвёртом курсе и сейчас это слышите, да, уже доучитесь, ладно, здесь как бы понятно вложение сил. Но если вы на втором, на третьем это понимаете, ищите способ переводиться. Во многих, насколько я знаю, да, во многих учебных и образовательных программах часть, здрасте, часть дисциплин совпадает, их можно перезачесть, какие-то общие, да, там, мировая история, вот эти вот все наши любимые, да, теории, литературы, если вы гуманитарий. И переводитесь, и учитесь тому, то, от чего вас реально прёт, то, что нравится. Не смейте получать образование ради образования или ради какого-то статуса. Вот смотрите, какой прекрасный программист на самом деле. Я бы ещё, кстати, добавила, тоже вот соглашусь с Жениной репликой предыдущей на тему того, что когда приходят на собеседование, очень многие действительно боятся, вот после образования уже боятся пробовать какую-то новую работу, потому что нет опыта и всего остального. Но ты абсолютно прав, что на том конце провода сидит просто обычный человек. И более того, будучи там человеком, который собеседовал очень многих людей в поисках там помощников или ещё кого-то, ты действительно, тебе на самом деле не так важен опыт, как важно понять, что человек действительно чего-то хочет, что ему действительно это интересно, он этим горит, он этим увлекается, ему… То есть найти человеческий контакт. И поэтому, мне кажется, если у тебя, у человека есть в принципе базовый хотя бы набор логика, например, в голове, некое умение коммуницировать, то этого в принципе уже достаточно, чтобы попасть практически на любую работу. То есть просто создать впечатление. Не обязательно идти по профессии, не обязательно продолжать карьерный рост там, где ты отучился. Всё возможно. Вот развивая эту тему, вопрос тоже. Очень часто на HeadHunter, да и во всяких вот этих вот jobs, поиск работы, пишут то, что да, опыт работы от одного до трёх лет. И многих студентов это отпугивает даже с точки зрения того, чтобы просто попробовать подать своё резюме и в целом пойти. Что делать в таких ситуациях, скажите? Ну это абсолютно, на самом деле, нет, где-то, безусловно, нужен опыт работы, но в основном это всё блеф. И как правило, когда тебе приходят люди на собеседование, ты действительно, да, ты смотришь, что человек умеет, но в целом, если он проявляет себя как активный, как с мозгами, как умный и так далее, тебе в принципе не так важно. Он говорит, я хочу учиться, и я легко обучаемый. Ты его берёшь и обучаешь. Поэтому не надо бояться, надо обязательно пробовать. Отказать всегда успеют, но ты же можешь упустить возможность получить то самое «да», если не попробуешь. То есть, условно, всё же начинается с резюме или портфолио, в резюме нужно прописывать то, что легко обучаем, да, какие-то такие позиции, по которым будет понятно. Чё, честно говорить? Честно говорить. Врите и изгаляйтесь, ребят. Вот знаете, я вот иногда ищем сотрудников от 18 лет, опыт работы от 3. Я что, в 15 должен был пойти работать? Ну это всё блеф. Да, то есть простая логика и математика. Ребят, небольшой блеф, небольшая ложь в данном случае очень хорошо сыграет. Я не знаю, как это происходит в других сферах, могу сказать, как это происходит в журналистике. Рассказывай. Я когда рассказывал своим студентам, уже когда преподавал, как попасть на работу на телевидении, если у тебя нет никакого опыта, мы брали, значит, делали резюме. Я заставлял их промониторить абсолютно все медиахолдинги и продакшены, которые производят продукт для телека. Мало кто знает, наверное, но для того, чтобы работать, например, на телеканале «Пятница», если вы будете работать на телеканале «Пятница» технически, то в этом случае есть вероятность, что вы будете носить бумажки в офисе на Олимпийском проспекте. А вот если вы хотите снимать продукт для телеканала «Пятница», то вам нужно попробовать найти вакансию в ООО «Рейтинг ТВ плюс», в ООО «На ножах», в ООО «Тин Спирит», но там не ООО, это просто украинский продакшен, и так далее. То есть, как бы иногда нужно просто смотреть в титры, и, собственно, все те компании, которые производят продукт, это чаще всего продакшен. Так вот я заставлял все продакшены промониторить, и, о чудо, когда ты вбиваешь в «Хэдхантере» не работа на телеканале ТНТ, да, то есть ООО «Телекомпания ТНТ», а когда ты вбиваешь название продакшена, вот там ты очень быстро найдешь, то есть, как бы, что спросишь у Гугла, да, или у «Хант», то он тебе и выдаст. Это первое. Второе, когда у тебя спрашивают опыт, всегда подделывайте немножечко резюме под каждую конкретную вакансию, то есть, как бы, реорганизуйте его. Ну, например, если вы устраиваетесь на телеканал «Россия-1», я бы, не имея опыта работы, без ложной скромности соврал, и я врал, о том, что я работаю на первом канале. Знаете, почему? Потому что не очень любят копаться в, скажем так, в грязном белье друг друга. В деталях, условно. Да нет, в грязном белье. Они очень друг друга не любят, что это же формат конкуренции. И они, как правило, никогда ничего не проверяют. То есть, если ты приходишь с того канала, ты молодец, ты предатель для них, но ты молодец, давай к нам. И это играет роль. И, естественно, они ничего не проверяют. Ну и, конечно же, заручиться какими-либо рекомендациями. Мне, знаешь, как было? Я писал в резюме телефон шеф-редактора, но на тот случай, если нужно будет получить, какую-то проверку. И писал телефон своей умной и очень болтливой подруге. И говорил о том, что так, короче, если тебе позвонят, спросят, какой я вообще ответственный сотрудник или нет, я скажу, что ты лучший корреспондент на свете. Правда, потом я настоящую работу получил, но схема сработала. Вот сейчас девочка Женя Стерликова, она училась у меня как раз в Останкинском институте. Недавно она мне звонит в пандемию и говорит, Женя, я тебе так, а мы не виделись вот сколько, очень много лет. Она говорит, я тебе так благодарна. Ты больше не преподаешь в Останкино сейчас? Я читаю мастер-классы в школе телевидения, высшей школе телевидения Останкино. Вот. И вот у вас вот пришел. Да нет, я на самом деле довольно часто общаюсь со студентами. Так вот, собственно, Женя Стерликова сейчас является заместителем генерального директора в кинокомпании очень крупной. Название говорить не буду, потому что их очень мало. Но, если что, можете и проходить. Нечто страшное. Она говорит, я карьерный рост себе сделала. Внимание, я выросла за два месяца. Знаете как? Я просто врала в каждом резюме, в котором могла. То есть, а знаете ли вы Adobe Audition? Да, конечно, да, про уровень. И все. Знаете, и никто больше ничего не спрашивал. Но коммуникация позволила ей говорить. Сейчас она уже восемь лет там работает. Она говорит, ну вот карьерный рост, я сделала центр стремительно, просто разозлилась и написала резюме штук сорок. Класс! То есть, такая тенденция тоже работает. Так, друзья, плохом не научим, но какие-то можно для себя кейсы брать тоже. Послушайте, если, ну при этом давайте понимать, что это не единственный путь. Я не говорю, что это панацея. Если у вас при этом есть образование и ты права, навыки коммуникации, да, то в этом случае да, можно, слушайте, а ради мечты разве не? Ну вот, да, Я ради мечты, нет, на самом деле это очень интересный кейс и очень много таких интересных историй, кстати, в принципе существует про то, как люди где-то чуть-чуть приврали. Посмотрите на эту тему фильм с Дженнифер Лопес «Начни сначала». Вот. И все понимаете. Абсолютно, согласна. Но я все-таки, наверное, чуть-чуть не приверженец того, чтобы где-то привирать, потому что я боюсь проверок как раз. И я такой, я суперзаконопослушный гражданин вот этих консервативных принципов. Ну и плюс, на самом деле, мне кажется, если еще пару лет назад это, наверное, действительно могло бы где-то проканать, то сейчас с учетом информационного покрытия и всего остального немножко сложнее, мне кажется, становится притворяться кем-то и врать на тему чего-то. Хотя, конечно, соцсети пример обратного, но с точки зрения проверок. А сейчас и опыт работы, собственно. Слушайте, ребят, заходите, берете шаблон трудового договора, подписываете его со своим бывшим работодателем и говорите, я работал по трудовому договору, все нормально. Слушайте, если вы хотите работу мечты и вот ее видите, напишите, вот сделайте все, что угодно, чтобы попасть. И не ходите при этом с комплексом самозванца, главное, потому что вот как в фильме с Джей Лоу, посмотрите его, все, вот правда, все поймете. Там очень хорошо рассказывается, что делать, когда нет образования, но очень-очень хочется. Но еще есть, кстати, такой момент, что всегда можно прийти на какую-то более низкую позицию стартовую, если ты понимаешь, в какую ты компанию хочешь попасть, если ты реально понимаешь, где ты хочешь работать. Об этом как раз хотел задать следующий вопрос. То есть иногда можно спуститься, потому что если ты действительно талантливый, если ты хочешь, если у тебя есть к этому какие-то предрасположенности, предпосылки, ты действительно можешь показать и проявить себя в любом месте, в любой компании есть возможность всегда проявить себя. И поэтому ты можешь прийти стартово хоть с курьера, просто посмотреть кухню изнутри, тут выдвинуть свою кандидатуру в помощь, тут проявить себя, и в итоге раз-раз-раз, и ты станешь уже кем-то. Я, например, в ивенты пришла без опытов ивентов, но я в итоге буквально говорю, там год, как я уже практически стала руководителем, я пришла просто типа младший менеджер, ну типа помогать, все дела. Это правильно, потому что сейчас есть такой момент все-таки, что все загнаны в такие рамки, и знаете, вот это вот опускаться вниз, там снова, чтобы потом еще раз подняться, и многие не решаются на это. А представляешь, как вот ты такой поднимаешься, а потом заново, вот, например, на моем собственном могу сказать примере, что когда после усадьбы, собственно, джаз, когда я прекратила в очередной раз свою работу, осталось жить в горах и думать, что я хочу вообще от этой жизни снова, я не понимаю, куда мне и как идти, а в какой-то момент мне поступило от одного агентства предложение о работе с очень большой цифрой и с возможностью переезда в Сингапур. Вот, и я такая думаю, ну это же, ну собственно тоже с ивентами, связанные с учетом всех предыдущих кейсов, и я даже сходила на собеседование, мне уже назначили даже встречу с партнерами, потому что типа все так круто, все так здорово, и я сидела, никак не могла отправить письмо, и я просто в какой-то момент написала, извините, ребят, я сейчас не хочу, и вот я могла поехать условно там жить в Сингапур, зарабатывать кучу денег и быть где-то на вершинке, но я просто упала на самое дно для того, чтобы начать сначала, уже во сколько мне там было, 27 лет, что-то типа того, или 26, чтобы начать заново абсолютно с нуля и обучиться новой профессии, даже такое не страшно, а уж когда ты начинаешь, то сам Бог велел, мне кажется, начать с чего-то, что бы, да. если бы не ивент, работала бы продавщицей в какой-нибудь зале, а вот вы знаете, я работал, и может по этому человеку остался. Нет, на самом деле… В зале продавцом? Я работал в зале продавцом, я работал в… у меня такая была сеть, типа как Евросеть, Биталинка она называлась, я работал там курьером, я возил и продавал телефоны, вот, и я могу сказать, что за это, во-первых, я посмотрел Москву, вот, во-вторых, это прям реально навык коммуникации очень хороший, я вообще не стужусь ни одной своей работой, это очень круто, и если вы, права, да и в том, что, если вы хотите попасть в какую-то индустрию, не бойтесь потерять, да, вот эту планку, и вы очень быстро построите себе карьеру, потому что вы, а, этого хотите, б, вы этого очень хотите, попадите в индустрию, хотите там, допустим, на телек, идите администратором, да, то есть на съемочную площадку, идите с человеком в помассовке, идите редактором, идите продюсером, младшим ассистентом, на стажировку, как угодно, как только вы попадаете в индустрию, если вы действительно этого хотите, если вы хотите и умеете, да, а если вы хотите, вы умеете, да, обычно, вот, вы сразу же вырастите, если вы хотите, но не умеете, всегда есть гугл, тоже верно, и трудовые договоры, не забывайте, запомнили, так сказать, зафиксировали, Жень, помню, на твоем мастер-классе ты рассказывал, ну, такой, скажем, пример, вот, например, есть человек, у которого тысяча подписчиков в инстаграме, но две тысячи, у него красный диплом, он красавчик, все супер, там, понимает, шарит, теорий много, есть, там, уже начинающий раскрученный блогер, хотя бы, там, 50 тысяч подписчиков в 100, но при этом, без какой-то такой, прям, вот, супер корочки за спиной, здесь же, если мы говорим, как о каких-то медийных, там, профессиях, но если мы, как пример берем, больше будет, да, работодатель склоняться к тому, кто более раскрученный, или, слушай, зависит от того, на какую работу мы берем, если мы говорим о рекламной индустрии, то, конечно, да, там будет, там будет больше охват, и, ну, смотреть будут на человека с большей аудиторией, хотя, на самом деле, нужно смотреться популярностью, потому что человек может быть известным, но непопулярным, проверить это очень легко, каким образом, если у вас при 20 миллионах подписчиков, привет, Ольга Игоревна, у вас всего 300 тысяч лайков, да, это говорит о том, что аудитория, которая на вас подписана, она не вовлечена в ваш контент, то есть актив аудитории, он довольно маленький, если у вас при 20 миллионах, ну, есть хотя бы 5 миллионов лайков, да, то это очень хороший показатель, то есть 25 процентов аудитории у тебя живые, активные, и они участвуют, да, в формировании твоего контента, ты им нравишься, вот тебе и разница между известностью и популярностью, конечно, выберут более популярного человека, если же мы говорим о сфере, например, услуг, которые не обязательно предполагают публичность, которые просто задача публично коммуницировать, да, то мне кажется, что я бы в данном случае выбирал бы по образованию и по навыков, и мне пофиг с которым подписчиков этой звезды новой моей индустрии. Ну да, здесь я скорее, конечно, задала вопрос про публичную историю, но хорошо, что мы разобрали два варианта. Ну и плюс интернет могут отключить в любой момент, не знаю, инстаграм, все закроется, и что ты будешь делать? Слушай, ну да, тогда, конечно, появится много вопросов. я недавно об этом думал, вот задумайтесь, пожалуйста, у вас есть телефоны самых близких людей, причем домашние, и адреса тоже выписанные, вот если правда вот так вот, бах, нет интернета, я же тебя не найду потом, понимаешь же, оставь мне свой номер, домашний. Я тебя домашний заведу, оставлю. Продолжая эту тему, есть ли такая тенденция, что могут, даже не так, охотнее берут, нет, дайте по-другому сформулируем, чаще бывают такие ситуации, что берут кого попало, нежели берут человека с красным дипломом, что как бы не обращают внимания на то, что у тебя есть хорошая теоретическая база, а смотрят на какие-то вообще другие критерии, показатели, о которых ты не задумывался. Ну, я бы сказала, что это вообще, мне кажется, в современном мире в принципе не особо влияет. Во-первых, нет, зависит на самом деле тоже от того, в какую ты профессию, наверное, идешь. И где-то, мне кажется, где-то в каких-нибудь научных сферах… Вот если мы прям Россию возьмем в пример, потому что вот очень часто к работодателям пара вопросиков, почему вы взяли его, нежели меня, хотя я вот готовлюсь. Потому что если ты даже приходишь с красным дипломом на собеседование, но ты не можешь связать пару слов, во-первых, диплом можно всегда купить, и в принципе твой красный диплом вообще не гарантирует того, что у тебя с логикой хорошо и все остальное. Поэтому если ты на собеседовании не можешь связать пару слов, ничем больше не интересуешься, ты весь такой вроде ботан, вроде у тебя красный диплом, но больше ничего, то ты, скорее всего, будешь не очень интересен. Но опять же, зависит от сферы, мне кажется, правда, потому что где-то история теории очень важна. Например, какие-то научные отрасли, области, мне кажется, там это действительно очень важно. И то, ну не то, что красный или синий диплом, показатель, а в целом наличие образования и какое оно у тебя, какого качества, какие у тебя там познания, это действительно может быть важно. А что касается каких-то других областей, ну безусловно, например, в медицину, конечно, там куда-нибудь, в такие истории тоже очень важно иметь диплом, или там, не знаю, может быть, если в строительство ты идешь, в архитектуру, еще что-то, там нужен фундамент, это очень важно. Кажется, ну как мне кажется, в остальных сферах история идет о том, как ты себя проявишь на собеседовании, в первую очередь. У меня тоже было много опытов, когда приходили ребята, которые такие все из себя, я и там, я и сям, вот у меня и диплом, и причем это было в период, когда не было вообще работы на рынке, все жаловались точнее, что нет работы, мы искали себя в отдел, собственно, вот ивенщиков, и приходят вот эти вот чувачки, девочки, мальчики, ну расфуфыренные, я не знаю, как их назвать, потому что они с претензиями, они с какими-то вот, им хочется чего-то, они хотят большие деньги, но при этом они ничего из себя не представляют, только понты, понты и деньги, и есть корочка. Но как бы вот, но ты с ними общаешься, и ты понимаешь, что человек ничем не интересуется, человек не готов работать, не готов что-то изучать, узнавать, и все, хотя резюме там очень красивое, все классно расписано, и диплом, все замечательно, но на собеседовании ты понимаешь, что человек не активный, он себя не будет проявлять. Слушайте, хотите прям лайфхак, очень крутой, если даже у вас нет какого-то нужного опыта работы, попадая на собеседование, скажите своему нанимателю следующее, дайте мне самое трудное тестовое задание и 72 часа, и может быть место в офисе, вы ничего не теряете, если я не справлюсь, я уйду. Согласна. Вот и все. Я уверен, что в этом случае нормальный работодатель, он же ведь не теряет ничего, кроме 72 часов, и дает тебе задание, которое принесет впоследствии ему так или иначе выгоду, даже недоделанное, возможно, да? Попробуйте сразу, как устроитесь, мне напишите. Я заберу свои жалкие 80% от вашей первой зарплаты. Потому что на самом деле, ты знаешь, мне кажется, все сложности, по большей части, которые возникают у студентов в головах, это они связаны с тем, что они не знают этот взрослый рабочий мир, им кажется, что это какая-то суперсложная система, которая работает по каким-то своим законам, и они боятся в нее попасть, потому что они чего-то не знают. Но на самом деле, вот чему меня, кстати, научило программирование, был там курс по декомпозиции. Любой сложный процесс можно доразложить до А плюс Б равно С, и любая контора, любая компания, корпорация, везде все работает, в итоге, в основе своей, как А плюс Б равно С, и там действительно сидит просто такой же человек. И поэтому не надо бояться, надо пробовать, вот не надо бояться, что ты чего-то не знаешь, наоборот, это же так здорово, если особенно ты об этом по-честному заявишь, не придешь, не сделаешь вид, что ты весь такой умный уже и так далее, а скажешь, блин, я не знаю, но я так хочу, и вот ты абсолютно прав, дайте мне возможность, дайте мне просто тест, я попробую справиться. И тем более в наше время, когда есть Google, можно вообще все, что угодно изучить, узнать, найти, и если ты хочешь, все получится. Google в помощь. Как понять, сколько стоят твои услуги? Объясню, почему вопрос. Очень много и тех, кто сейчас нас смотрит, это наверняка активные деятели вузовских каких-нибудь событий, ивентов, так или иначе, волонтеры и так далее. И когда ты после вот такого вот опыта приходишь на работу, и тебя спрашивают там, за сколько ты можешь, не знаю, провести свадьбу или организовать вот это мероприятие, взяться вот за этот процесс, люди вообще не понимают цен. Как начать понимать, сколько ты стоишь? Слушай, классный вопрос. Если мы говорим все-таки о, мы говорим о разовой выплате, или о гонораре. Давай можно несколько примеров разобрать, мне кажется. если мы говорим, допустим, о зарплате, то зарплатный фонд нужно свой формировать следующим образом. Если это работа мечты, и это первая работа, не так важно, сколько ты зарабатываешь, ты всегда можешь потом, если что, уйти к конкурентам и начать зарабатывать больше. Запоминай. Вот. Если мы все-таки говорим о гонорарной истории, вот во время, еще до пандемии, мне очень часто в директ писали, Евгения, сколько вы стоите? Мне, знаешь, мне так обидно было, как представитель первый древнейший себя чувствовал и не отвечал ничего. Вот. А когда, собственно, началась пандемия и количество работы сократилось, количество съемок и так далее, а заявки все еще проходили, как вам попасть, то есть сколько вы стоите, просто формулировка не очень. Вот. Я такой, да вот 50 тысяч за полтора часа, вот просто с неба. И я так подумал, слушайте, а почему нет? Если человек действительно хочет разобраться в том, как себя позиционировать в сети, если он хочет получить консультацию продюсера, вот такая цена. Хочешь, пожалуйста, да? При этом пишут ребята, там, допустим, девчонки и студенты, и они спрашивают, и я с удовольствием их собираю на какие-то мастер-классы, да, вот сегодня выставил, чтобы они посмотрели здесь, да, безоплатно. Но если это реально личное брендирование, если человек хочет упаковать себя и хочет консультацию, вот первая цена, клянусь, она была вот так вот, 50 тысяч, я согласна. Вот так. И сейчас я просто ввел отдельную дополнительную опцию, каким образом я работаю сейчас в индивидуальном порядке, можно ли попасть на продюсирование, да, можно. Можно ли прокоммуницировать, задать вопрос, всегда можно, и это бесплатно. Но если мы говорим о прям работе, то есть входная сессия, мы встречаемся, разбираем тебя, вот, да, декомпозируем, все правильно. Потом, я смотря на бренд, даю несколько продюсерских упражнений, очень сложных, в том плане, что они прямо начинают, твой мозг начинает немножечко по-другому работать, ты смотришь на себя уже как на медиапродукт, да, если мы говорим о раскрутке. и дальше, соответственно, вот только после этого, если всем все нравится, мы договариваемся об условиях. Попробуйте, смотрите, если вы вдруг, допустим, консультируете, там, вы психолог, например, или вы педагог, да, который работает, там, с детками, или, там, с подростками, и вообще, в принципе, очень много, вот у меня сестра заканчивала иньяс, Морис Тереза, и сейчас работает преподавателем. Стоимость, собственно, своих услуг назначайте такую, за которую вы будете кайфовать от того, что вы работаете. То есть, условно, если вы чувствуете, что тысяча рублей за час, это классно, и вам будет достаточно довольна, и вы будете собой довольны, будете работать в удовольствии, собственно, ставьте эту цену. Как только вы понимаете, что спрос на вас увеличивается, и вы такие, знаете, как белка из ледникового периода, уже ставите 10 консультаций по тысяче рублей, да, и вот тебе 10-часовой рабочий день, и ты все уже просто умотан. Увеличивайте ценник в этом случае, потому что я всегда за качество, а не за количество, то есть лучше один раз за 10 рублей, чем 10 раз по рублю. Если вы при этом понимаете, что большая конкуренция, да, в вашей индустрии, ничего страшного, еще раз говорю, дождитесь своего одного раза за 10, потому что вы собой-то в этом случае будете гордиться и не продешевите. Это очень важно, вот сохранить вот это вот ощущение ценности своего собственного труда внутри себя в первую очередь, потому что, ну, вот, ну ладно, я сделаю это за 500, нет, не сделаю. Мне кажется, что это правильно, и только в этом случае так или иначе работодатель будет платить больше и рад, и будет рад этому. Согласны ли вы, что можно соглашаться на какие-то отдельные, да, проекты, которые тебе суперинтересны, но за них себе предлагают небольшую стоимость, но ты понимаешь, что это перспектива в будущее? Может быть, даже не перспектива, если тебе это нравится, если тебе нравится проект, да, 100%, и не бойтесь писать, что вам интересен какой-то проект, они вас просто не знают, да, мне очень нравится шутка Киркорова на эту тему, да, Филипп, вам пишут миллионы, вы четвертый, вот, да, очень часто такое бывает, и нужны новые мозги, новые кадры, но просто они о вас не знают, а вы сидите такой, смотрите, думаю, вот Евровидение, там никогда не появится, вот, никого никогда не появится, а он, Алена, блин, поехала. Молодец, Аленочка, привет. Это, знаешь, как история с тем, чтобы приглашать блогеров на мероприятия, мы сейчас начинали эту тенденцию раскручивать для того, чтобы просто звать, да, артистов, начинающих уже даже тех, кто с колоссальным опытом, и для всех казалось то, что написать в директ, написать, позвонить его продюсеру, менеджеру, это что-то из разряда вообще вон выходящего, а ты просто берешь и делаешь, и все, как бы здорово, и в итоге мы приводим тех, кого не ожидали привезти. Хотела рассказать историю, просто в тему про 50 тысяч. Как я здесь оказался. Это вообще отдельная история, когда ты здесь оказался. История про 50 тысяч, это просто тоже показательная тема. Когда пару лет назад, там, да, начинал несколько лет назад вести свадьбы, тоже не знаешь, сколько ты стоишь, уже вроде как какой-то опыт есть, и уже можно цену делать выше. И вот моя подруга, еще и подруга, я думаю, так, ну для подруги надо какую-то скидочку сделать, говорит, проведешь корпоратив для нашей компании, со мной сидел друг, он видит, что я пишу сценник, он говорит, что ты пишешь? Я говорю, 35, он говорит, почему ты пишешь 35? Я говорю, потому что подруга моя. Нормально? Пиши 50, не меньше. Я говорю, а для меня прям 50 подруги написать, думаю, что? И он говорит, пиши. И я говорю, она не пойдет. Ставлю 50, она мне потом, когда после корпоратива, дает эти деньги и говорит, Соня, извини, что только 50, хотелось больше. И вот в эти моменты ты понимаешь, что можно ставить выше. Просто не нужно бояться, а многие недооценивают себя. С друзей вообще берите больше, потом лучше им проценты отдадите. Вот смотри, какая у тебя логика, ты же ведь скидку не подруге даешь, платит-то компания в конце концов. Вот в этом и проблема. Так надо наоборот больше ставить, понимаешь, сумму. И еще подружки потом спасибо. Будешь агентом? Все мы хорошо воспитаны. И понимаешь, я на самом деле в такой же проблеме. Абсолютно с тобой по всем параметрам согласна, потому как надо ценообразованием заниматься. Но порой я делаю, вы знаете, у меня тут был классный кейс. Я сделала фирменный стиль для маникюрного салона за ноготочки. За одни ноготочки. Потому что это была подруга. Потому что она мне началась сейчас быстрая-быстрая история. Но просто, чтобы вы понимали, такая работа стоит примерно там, не знаю, 150, грубо говоря. И было так, она говорит, слушай, я хочу открыть свой салон. Я уже нашла помещение, мне вот нужен логотип. Только логотип нужен. А я как бы говорю, ну да, конечно, давай я тебе помогу. Он говорит, ну давай я тебе сделаю маникюр, педикюр. Она спросила, сколько тебе заплатить. Я говорю, слушай, давай по бартеру просто я к тебе приду на ноготочки и сделаю тебе логотип. Но я думаю, ей текстовый лого, ну там своя специфика, короче, простой проектик, я просто сделаю там, ну по красоте. Оказалось. Но в итоге, на самом деле, оказалось, это скорее моя собственная, кстати, инициатива. Я когда начала разрабатывать собственно этот фирменный стиль, разрабатывать логотип, я так заигралась, что в итоге я дошла практически до 3D-модели помещения. Но как бы вот к ней как раз подступилась. В этот момент я такая остановилась. Так, нет, что-то я уже как-то, мне кажется, переработала и получился такой крутой кейш. Не, на самом деле, на самом деле, вы знаете, на самом деле, на самом деле, просто презентацию. Это, ну как бы, в данном случае, это моя собственная ошибка, это просто очень смешно как бы вышло, потому что я правда в это заигралась, потому что мне правда очень интересно то, чем я занимаюсь, и я просто увлеклась сама процессом, и в итоге сделала большую работу. Ты представляешь, если бы ты вовремя... Остановилась? Нет, 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 если бы ты понимала, что ты всегда делаешь свою работу так, надалеко и надолго, нужно было бы сказать, слушай, так тебе нужен креативный продюсер в салон. Давай 10% под все выручки, если выстрелят, супер, продюсеров на вас нет, а? Да, кстати, да, продюсеры в таком деле или люди с талантом продавали. Мне кажется, вы нашли друг друга. Я вообще, вы знаете, прихожу к тому, что есть у разных вообще, есть, бывают разные таланты, бывают не только таланты, связанные с искусством, да, а вот есть талант продавать. Вот это вот реально талант. Я им вообще не обладаю. Вот. И мне действительно нужен такой человек. Да. Я обладаю талантом. Только этим талантом. Нет, на самом деле, на самом деле история кейса была исключительно к тому, что в итоге у меня сейчас в портфолио есть очень крутой большой проект, который я бы просто так не сделала, потому что на тот момент опыта достаточного для того, чтобы мне такой проект доверили, у меня не было. Но в итоге, благодаря тому, что я сама просто заигралась и вот так вот раз-раз, и я сделала очень крутой проект в портфолио. Это я к тому, что иногда действительно стоит брать какие-то вещи, идти и делать даже бесплатно, даже просто за ноготочки или еще что-то, если вам правда интересно, если это вам поможет и на будущее как-то даст какие-то новые выходы, поэтому, да, но вообще надо себя ценить, любить, и да, и кстати, по поводу цены, вам же всегда могут сказать, блин, для меня это дорого, давай чуть подешевле, и ты упадешь с 50 до своих 35, и ничего страшного, и не прогадаешь. Да, всякое случается, главное вовремя остановиться, и правда, вот очень хорошая фраза, лучше один раз если вам предлагают работу, которая вам не очень, завышайте цену, знаете, потому что вот, это, если вы откажетесь, вы сразу же откажетесь, а вот если вы, например, там, вот, Женя, пойдешь продюсером на Первый канал, я говорю, пойду, 400 тысяч, и если мне скажут, окей, вы знаете, прикольно, а что нет, ничего, месяцок не поработать, хороший гонорар, мне кажется, да, а вот если бы я просто сказал, не, не пойду, бог его знает, да, получится, не получится, поэтому пробуйте, ищите, и никогда не отказывайтесь от работы, просто если она вам не очень нравится, чуть-чуть ценчик такой, вот, прям, вот, прям вот с того потолка и берите. Сейчас хочется вставочка осветить пару шумных историй, но все-таки как-никак. Давай, Женя, начнем с тебя. Как началась твоя работа с Настей? Ну, понятно, что вот этот вот постепенный путь, он шел, но вообще, давай, пожалуйста. Слушайте, ощущение, что, знаете, уже как азбуку рассказываю эту историю. Настя, и секрет успеха Насте Ивлеевой заключается в том, что она девочка из соседнего двора, у которой получилось сделать карьеру суперзвезды. Однако, когда мы с Настей познакомились, я был преподавателем, а она студенткой в школе телевидения. И на момент, собственно, когда мы начали работать уже прям совсем плотно, кстати говоря, первая программа, я не знаю, может быть, ее можно найти на Ютубе, называлась «Формула юмора», это был первый телевизионный Настин эфир, я тогда был ведущим, а она пришла туда как блогер. Я уже тогда понимал, что Инстаграм — это какая-то такая очень интересно, быстрорастущая штука, и вот если там у тебя 300 подписчиков, это явно твои друзья, а у Насти тогда уже было там то ли 20, то ли 50 тысяч подписчиков, потому что она как раз снимала вот эти видосики. И она мне тогда написала, да, тогда еще они, причем, если ты помнишь, они были короткие, там можно было снимать 5 секунд, потом 15, и это сейчас мы можем наклепать, да, сколько угодно сторис, а тогда можно было только 5, больше не влезало. И вот за эти 5 секунд нужно было успеть пошутить. И она когда ко мне пришла, говорит, «Жень, слушай, я вот подаю заявку на кастинг на «Орел Решки», говорю, подавай, потому что у тебя получится 100%, потому что тогда помимо всей этой харизмы, которой обладает наверняка каждый зритель, который вот сейчас нас смотрит, у нее тогда была растущая площадка, и я как медиа-менеджер понимал, что другие медиа-менеджеры это как раз будут учитывать. К слову, уже имеющиеся аудитории. Да, только при этом для Насти это была как бы история про цифру на экране. Ой, клево, меня смотрят. То есть тогда, когда ты не видишь людей, когда ты не знаешь своих подписчиков, и не встречаешься с ними ни разу, мы охренели, когда в Петербурге собрали на площади, мы думали там типа 100-200 человек придет, пришло 2000, мы даже концерт не собирались играть, просто чтобы, да, и это было еще в 17-м или в 18-м, по-моему, году. Я помню. Да, вот. К вопросу о том, как мы познакомились, как мы начали работать. Начали работать, собственно, через школу телевидения. На курсе с ней же училась Юля Ковальс, которую я, продвижением которой я сейчас активно занимаюсь, потому что у Насти уже все очень хорошо. Ты сам выбираешь себе артиста? Да, всегда, да. Ну как, мне предлагают сотрудничество, я всегда в любом случае назначаю встречу и вот эту сессию, потому что если человек готов вкладываться, замечательно. Если мне самому интересно, допустим, с Лешей Житковским, я был на него подписан, наверное, месяца за три до того, как мы начали работать, я на него подписался. И Леша – это человек настроения, человек эмоция. Еще какая эмоция? Да, и человек, который дарит просто, ну правда, хорошее настроение, мне кажется, любому своему подписчику. Я вот сегодня читал, настроение помириться с парнем, лечь под плед и смотреть истории с Житковского, как прошел у него день. Реально объединяет его контент. Я хотел сам с ним работать, поэтому я сам предложил, но я просто написал, здравствуйте, я вот, пожалуйста, почему у вас нет директора? Он говорит, ты хочешь? Я говорю, я. Он говорит, ну давай. Вот так и получилось. Класс! Вот, к слову о том, что инициатива наказуема. Так и надо. Сразу, оп, взяли. Я-то историю про Анастасию помню, мне хотелось, чтобы наши телезрители тоже это услышали, потому что это реально прикольно, это показывает, насколько все рядом и близко. Вот Останкину можно пойти учиться и кого угодно встретить. Правда, со мной на курсе были какие-то непонятные девочки из «Дома-2», но ладно, это отдельная история, опустим. Настя, скажи, пожалуйста. Ну они тоже хотят быть телеведущими. Ну, слушай. Как говорит певица Натали, никто не поет плохо, все поют, как умеют. Так можно? Да, хорошая цитата. История с Монатиком. Тоже многим будет интересно, давай немножко про это расскажем. Ты просто подала заявку на… Почему «Голос Украина»? Вот давай еще. Ой, нет, я не подавала никаких заявок, я вообще не планировала на «Голос». Точнее, как я, когда у нас еще шел «Голос» в России, и мне кто-то сказал, почему бы тебе сюда не пойти, я говорю, слушайте, такой зашквар уже, извиняюсь, ну как бы конкурс караоке, вот это как-то мне не нравится формат, все дела. И я говорю, ну вот на украинском рынке там действительно очень креативные ребята, классный контент, но я же не вокалистка, я же типа автор-исполнитель, композитор, ну то есть как бы зачем мне идти тягаться в том, в чем я не чувствую себя прям супер-профи. Вот, но в итоге меня туда сама судьба затянула, потому что кто-то из моих знакомых-знакомых меня увидел в Инстаграме, отправила туда кастинг-директору, и в итоге меня просто пригласили на последний этап прослушивания, я туда прилетела, и, собственно, ну и прошла. Вот как-то так и вышло. Поэтому я туда не планировала. Это был 2000… Боже, дай мне память, 19-й, по-моему. Это был перед вот, да, 19-й. Слушай, это же прям совсем недавненько было. Кажется, что уже 100 лет прошло. Я хочу, пользуясь случаем, признаться в бесконечной любви моим украинским коллегам. Слушайте, как, равно так же, как российский продакшн может испоганить формат, вот каким-то образом, что голос Краины, да, что, что там еще на СТБ. Да, да там все просто. Вообще просто так раскрывается формат. Единственное, что действительно получается на уровне, это мое личное субъективное мнение. Это проект «Один в один», да? Вот они более или менее у нас на уровне одинаково. И «Маска». Все как телевизионный формат. Все остальное вот каким-то макаром у украинцев получается прям супер, прям вот я бы тоже пошел в голос, даже несмотря на то, что я продюсеры не поют. Я, собственно, поэтому и пошла туда, именно в «Украинский голос», решила, что это как бы, ну, это сигнал, это шанс, потому что там еще очень креативно, помимо того, что к созданию контента самого, да, к формату подходит, там, в принципе, и внутри, например, в рамках этого проекта очень креативно работают, в принципе, с музыкальным материалом, тебе дают какую-то свободу проявить себя, как-то по-своему передать, сделать аранжировки, поэтому мне это, естественно, как больше композитору интереснее, чем просто выйти и спеть какую-то песню по чужим нотам, вот, поэтому, ну, это был очень классный опыт. Но я, кстати, не знала, что там будет «Монатик», потому что нам о том, кто будут вот эти вот четыре человека в креслах, объявили буквально за день до, собственно, прослушивания, которые вот уже записывались, вот, поэтому. Ну, и когда я узнал, я вообще думала, что там должна быть Джамала или кто-то вот из этих, вот, но когда я узнал, что там Дима «Монатик», я сразу думала, да, всё, я хочу к «Монатику», ну, вот так, и к нему и попала. И, собственно, сейчас свою музыкальную карьеру ты также двигаешь. Анастасия у нас записывает песни, размещает на всех интернет-ресурсах. Ресурсах. Мне надо минутку само-пиар послушать моим мозгом. Я просто хочу, чтобы все видели, насколько прост путь. Если ты хочешь, бери и делай. Вот хочешь, чтобы сегодня это был посыл для каждого, даже для тех, у кого после университета нет опыта работы. Просто приходите и доказывайте себе. Да, да, и даже в 30 лет, в 35, да вообще в любое время, даже если вы сейчас пойдете работать по направлению, потому что просто не знаете, что и как, не надо вообще переживать и думать, что на этом вся жизнь закончится. Вот ты сейчас придешь в этот офис, и там на всю жизнь останешься. Вообще нет. Тем более, вы знаете, это еще, вот когда я тогда уходила с работы, это все еще не было мейнстримом. А сейчас, в принципе, реалии современной жизни таковы, что все приветствуют некий поиск себя, смену карьеры, смену своего карьерного пути, поэтому никто этому не будет поражаться в негативном ключе. Наоборот, все это поддерживают, если увидят, что у человека действительно есть какая-то тяга, и он пусть даже в 30, в 35, в 40 решил вдруг раз, а я хочу рисовать, не знаю, а я хочу вот сюда. И пойдет, и начнет там себя развивать. Тем более, говорю, сейчас такие инструменты, все открыто. Вот к слову, когда я, например, решила, что я дизайнер, не я решила, судьба как-то распорядилась, и мне звонили, и здравствуйте, Анастасия, нам вас посоветовали, как дизайнера, я сначала бы ошиблась номером, потом такая, ну, потому что я долго не могла привыкнуть, что я стала дизайнером, случайно вот как-то оно так со мной начала происходить, эта трансформация, я такая, а, да-да-да, это я, вы ко мне, а вы умеете делать вот то-то, то-то? Я такая, да, конечно, параллельно записывая в блокноте, что нужно сделать, и после звонка просто гуглит, что такое Adobe Illustrator, как создать файл? Ну, и в итоге за три года я действительно стала очень крутым дизайнером, который знает теперь весь инструментарий и все остальное, и все благодаря, причем это без платных курсов, без всего, это просто Google, опять у меня реклама гугла сегодня, но просто это к вопросу о том, что да, тюториалы, да, тут реалов, столько всего вообще, просто это к вопросу о том, что действительно не надо бояться, и все возможно, особенно в современном мире, в любой момент можно, если припрет, и решите вы, что хотите сменить свой путь, как Женя сказала, надо, стоит привирать, всегда хотела работать, начать со спонсорами, не только с партнерами, а вот именно привлекать финансы, и когда случилось большое мероприятие, ладно, имена называть не будем, а то мало ли, и мне спросили, ты работала когда-нибудь с спонсорами, я говорю, да, и понимаю, что работала не я, работала моя коллега, я была рядышком, и сразу после собеседования, я звоню ей, да, и говорю, Севиль, погнали, объясняй, она говорит, все, то же самое, просто больше ответственности, супер, погнали, и все, хорошо, работаем, это право, понимаешь, а вот если бы не соврала, сказала бы нет, и что, ты бы просто лишилась бы работы, понимаешь, что это такое? Ну она же не совсем соврала, она же действительно практически наблюдала за этим делом, она близка была, да, да, мы здесь все фрилансеры, правильно собрались? Жить фрилансер, да, фрилансер в данном случае для меня, это какое-то бусурманское слово, я просто в театр пошел, давай, скажи более модно, как бы ты себя обозначил? Газета еще, да, хорошо, как бы я обозначил, я индивидуальный предприниматель, вот мне очень это подходит, и в данном случае, когда я вообще не очень люблю работать в долгую и на кого-то, мне очень нравится работать проектно, вот мы запустили какое-нибудь классное ютуб-шоу, вот оно пошло, супер, дальше можете без меня, молодцы, я дальше все, креативно, это особенности креативного, наверное, человека, с точки зрения того, как называться, вот идем по системе, которая в нашей стране предусмотрена, индивидуальный предприниматель, можно выкинуть слово индивидуальный, если он у тебя, смотри, как звучит, да, я предприниматель, вот он, Евгений Вольт, выкидывай, я думал, вы продюсер, я еще и предприниматель, хочется эту тему тоже развить, мы сегодня поговорили про опыт, сразу звучала песня Иды Галич в голове, почему-то, мы сегодня, музыкальный опыт, собрались, поговорили про то, как находить работу именно там, хэдхантер, ресурсы, пойти в компанию, фриланс, индивидуальное предпринимательство, предпринимательство, работать на себя, самозанятые и так далее, опять-таки, для многих страх начать, вот это вот, упасть вот в эту бездну, и что-то начать делать самому, можем ли мы дать какие-то советы для тех, кто хочет начинать заниматься своими проектами или подключаться к каким-то проектам на недолгослуживание? Слушайте, да, могу сразу же, я поделюсь просто своим опытом, как это у меня произошло, значит, сидел, я работал в школе телевидения, я занимался там достаточно долго всем, и на звонки отвечал, и собеседование, собственно, проводил, то вот на одно из собеседований пришла девушка, которую зовут Анастасия Афинская, сразу скажу, это потрясающий психолог, коуч, вот прям, если кто-то хочет в голове разобраться, у меня два психолога, Министерство успеха и Настя Афинская, если особенно девочкин путь, да, нужно пройти, так вот, пришла она учиться в школу телевидения, ну, просто пройти, посмотреть, да, то есть вот ей нужно было получить такие навыки, и я ей отказал, да, то есть я говорю, не, не надо тебе сюда, у тебя, говорю, вялый рот, а есть такой термин в технике речи, когда ты разговариваешь, вот так вот, не открывая, вот, она такая, подожди, а можно с вами индивидуально позаниматься, я говорю, можно, 20 тысяч, она говорит, я согласна, и вот, каждому, для того, чтобы, вот, возыметь вот эту смелость уходить, работать на себя, я желаю каждому найти человека, который скажет вам, что вы стоите больше, и докажет это, собственно, у меня этот человек, их даже несколько за кадром сейчас сидят, вот, найдите, пожалуйста, вот просто реально, попросите более компетентных коллег, приятелей, уделить вам время, и разобрать, сколько вы действительно стоите, я получал на тот момент 60 тысяч рублей в месяц и 2 тысячи за лекцию, Настя, и за что вот ей, вот это прям реально ключевая фигура, предложила мне получать 15 тысяч с человека, который придет, и как бы, я говорю, ну давай, она говорит, причем я, моя команда наберет, ты можешь прочитать тренинг, вот такой же, вот по публичному выступлению, я говорю, могу, и когда я увидел эти деньги спустя работы 2 дня, вот тогда пришло ощущение, что я стою, да, то есть как бы норма час-другой, и вот каждому желаю такого человека встретить или повстречаться и поштурмить для того, чтобы ценообразоваться, тогда будет не страшно, как только ты понимаешь, сколько ты стоишь, уходить во фриланс, да, и в индивидуальное предпринимательство, в работу на себя становится легче, страшно что, страшно остаться без денег, нет, ребят, деньги вы в любом случае можете заработать, если мне будут необходимы деньги, я пойду работать и в Макдональдс тоже, во-первых, вкусно пахнет, вот, а во-вторых, кепочка классная, вот, в-третьих, мне вообще очень нравится, я, вот, ну, мне очень нравится, в ноябре Макдональдс проводит вот эти вот сессии со звездами, я с удовольствием туда хожу, стою на кассе, мне в кайф, прикольно, классно, вообще не бойтесь, касательно, что я говорил-то уже, поштурмите то, сколько вы стоите, и не гнушайте, наверное, никакой работы, посмотрите то, где вы хотите оказаться, и самое главное, боитесь-то вы, вот, что я вспомнил, вы за дядину спину прячетесь, потому что боитесь, не без денег остаться, а ответственности боитесь, вот, если боитесь, пока боитесь, работайте на дядю, там, там тоже есть ответственность, но в данном случае, она разделяется с работодателем, как только ты уходишь в свободное плавание, ты сам себе предоставлен, и если ты не сделаешь работу, если ты не найдешь, в данном случае, клиента, партнера, да, если ты не сделаешь свою работу, если ты не возьмешь предоплату, Там же все по-другому работает. Там нормы часто по-другому. Там сначала берешь предоплату, на нее работаешь, потом получаешь итоговый гонорар после того, как ты в ивенте работаешь, ты знаешь о чем. Ну так это и клево, мне кажется. Бери просто проект на раз в неделю, на два раза в неделю. Ты представляешь, ты запутаешься, где у тебя предоплата прошла, а где тебе уже выдали гонорар. Я все-таки за то, чтобы к этому прийти. Если вы работаете сейчас на кого-то, и вас это устраивает, это супер. Я не считаю это хуже, чем то, что делаю я, да и по какой системе. Мне просто в какой-то момент она перестала подходить. При этом, если, напомню, я сказал 10 минут назад, если мне предложат хорошие деньги за проектную работу, я пойду и поработаю на кого-то, если мне этот проект интересен, или гонорар достаточно для того, чтобы я туда согласился пойти. Вот и все. Вот посмотрите, например, сейчас на кейс с Альфа-банком и Моргенштерном. Хороший гонорар, и вот директор по работе с молодежью у вас, Моргенштерн. Слушай, мне кажется, прикольно получилось. И интеграция в итоге получилась, по крайней мере, для Альфа-банка масштабная. Да, мы за нестандартные идеи и за креативные подачи. Настя, твое мнение? Может быть, дополни что-то хочешь? Насчет чего Моргенштерн на Альфа-банк? Что по этому поводу думаете? Нет, но этот кейс точно в историю войдет. Насчет, мы начали с вопроса, был по поводу поиска клиентов. На самом деле, интересный вопрос, потому что я сейчас как раз нахожусь в том самом переходном этапе, когда я поняла, что я хочу чуть более крупных проектов, немножко из других сфер. У меня просто всегда все работало по сарафанному радио. И поэтому, на самом деле, я вот сейчас сидела, пока тебя слушала, думала о том, а где, собственно, действительно ищут вообще клиентов. Пользуясь случаем, давайте обратимся к… Простите, пожалуйста, я все время слышу про это сарафанное радио. Оно же реально работает. Мне хочется узнать, что это за FM-волна. А, пока вот вдруг меня смотрит какой-нибудь крупный инвестор или спонсор, давайте заведем. Что такое русское радио, сарафанное радио все будут слушать. Да, ну, слушай, ну, короче, на самом деле, это действительно же все опять сводится к вопросам коммуникации. И коммуникации в том числе, которая начинается в университете. Это вообще ядро, это вот, да, это правда, это самое важное. И чем больше здесь вы наработаете каких-то контактов, знакомств, потом всех разнесет вообще в разные стороны. Но действительно так много узнать людей, как в университете, не будет нигде потом возможности. Это вот самая такая, мне кажется, прям вот важная точка отправная. Поэтому обязательно нужно выстраивать в университете максимальное количество коммуникаций. До сих пор, например, иногда мне кто-то может позвонить и предложить, вы не поверите, то есть я учащен программиста, да, в университете. Мне может позвонить кто-то из университета и предложить выступить на мероприятии, не знаю, Сбербанка в качестве певицы. Ну, то есть как бы просто с ног все на голову, но к тому, что настолько люди в разных областях находятся, но эти контакты, они изначально сохраняются. Дальше, если вы пойдете в большую корпорацию, безусловно, еще можно будет наработать контактов, но чуть-чуть сложнее. И все равно круги, они становятся все ограниченней, все меньше, все сложнее дружить с кем-то, как-то выстраивать новые какие-то знакомства. Поэтому база — это университет, основа коммуникации, со всеми дружим, со всеми общаемся. И дальше просто проявляем себя и рассказываем про то, что мы делаем. Обязательно делимся этим. И, кстати говоря, что самое интересное, не обязательно это делать даже в соцсетях. У меня вот сейчас, например, тоже прошел такой эксперимент, потому что в соцсетях я не рассказываю про свою историю про индивидуального предпринимателя, дизайнера Анастасию Каманину. Никто об этом вообще не знает, и тем не менее работы у меня завались, просто потому что есть качество, да, есть коммуникации, и есть сарафанное радио, которое постоянно передает меня из рук в руки. И приходят клиенты. Но вот сейчас, находясь на этапе, когда хочется немножко еще один скачок сделать, следующий уровень, я понимаю, что я хочу определенные проекты, и среди моего круга знакомых таких проектов нет, таких компаний нет и так далее. И я вот думаю, что делать, но у меня план такой, что нужно, собственно, собрать наконец свой портфолио, заявить о себе, собственно, наконец в соцсетях воспользоваться этим инструментом и попробовать сделать самостоятельно просто рассылку, потому что, как уже правильно говорил Женя, они действительно, ты просто можешь отправить, и вот эта шутка про Киркорова, да, что у вас миллиона нет, вы четвертый, это действительно так, поэтому надо просто попробовать. Да, ну вот как-то так. Очень хорошо и правильно сказала Настя по поводу коммуникации, потому что реально с ВУЗа все начинается. Это правда, вот чтобы вы понимали, только что говорил про Настю Ивлеева, только что говорил про Альфа-банк, вы знаете, кто руководитель, мой сокурсник Леша Геезов, он, по-моему, он работал сначала в ВТБ, потом в Сбербанке, сейчас в Альфа-банке, да. К вопросу о том сокурснике, все в ВУЗе, все работает, да. И знаете, это как зачетка потом начинает работать на вас, заказы сами к вам приходят там, привет, мы с тобой там три года назад на проекте были, привет, мы вместе учились, можно сейчас супер история, мне на днях написала вахтерша с общежития моего, сказала, Сонечка, привет, я знаю, ты сейчас стала успешная ведущая, у нас вот там мероприятие можешь провести, я думаю, тетя Саша, это вы? Что вообще происходит? Короче, никогда не знаешь, кто тебе может позвонить, написать, но когда, ну и в соцсетях тоже можно рассказывать, и в целом через людей тебе могут прийти очень классные проекты, которые дальше тебе помогут выстрелить, так сказать. И это правильно, абсолютно верно. И такой момент, вот касаемо того, что проекты нужно выбирать, вот, до какого периода вы работали, не работали, волонтерили? За спасибо. Я до сих пор порой продолжаю. Нет, но на самом деле, нет, но только если проект интересный, вы работали с ноготочки, до какого момента? Да, 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 ноготочки, ну смотри, ноготочки, шучу. Но я до сих пор периодически беру какие-то кейсы, потому что я считаю, что нет предела совершенства, но у меня немножко другая просто специфика, во-первых, начнем с этого. И вот я свою новую профессию, последнюю из своих всех профессий, начала изучать три года назад с нуля, поэтому я считаю, что я где-то вот прошла уже эту золотую середину, стремлюсь уже к вершинке, но пока еще не на самом топе, на котором могу быть. И поэтому я до сих пор периодически беру какие-то кейсы, если мне доверяют что-то большее, что находится вне рамок моего уже существующего опыта. Просто для того, чтобы еще один крутой кейс себе в портфель и встать на следующую ступень. И мне кажется, это норм. Если у тебя есть на это время, и другие вещи тебе дают ресурсы на проживание, почему нет? Другое дело, что второй раз я такой кейс не возьму уже за ноль, естественно. Но это вот опять же… К слову, как Женя сказал, запустили, идем дальше. Это опять же случай, просто если тебе интересно, нужно, важно для чего-то. Я пытаюсь вспомнить, когда я последний раз делал что-то бесплатно. А, вот, сейчас, вот, вот, я на программе сейчас, вот у вас на эфире, прекрасно. Но я-ка на самом деле кайфую просто от общения с молодежью. И там огромное количество классных идей придумывают именно студенты, у которых есть только идея, и нет возможности ее каким-то образом поставить на ноги. И вот я всегда говорю, что я когда писал свой некролог, если, знаете, кто не знает, что это такое, да, почитайте, погуглите. Вот, я когда писал в качестве упражнения свой некролог, у меня там было написано «Меценат». Вот, и вот это к вопросу о том, чтобы, да, о целях. Если они есть, мне очень нравится воплощать идеи очень крутые, да, на которые у кого-то нет возможностей финансовых или связей. Я сейчас, конечно, я не могу, знаешь, запустить продукт на первом канале, да, то есть просто выкупив эфир, эфирное время, да, но определенные возможности есть, я к этому иду. В конце концов, есть связи, есть YouTube, да, есть много ресурсов, вопросов. Вопрос о том, когда в последний раз волонтерил, вот так, чтобы запомнилось, наверное, это был педагогический отряд «Маяк», потому что я там работал за полторы тысячи рублей за смену. Вот у меня такая зарплата была. Потом, когда я стал организатором, я получал зарплату как старший вожатый. Это было шесть тысяч рублей за смену. О май! Слушай, ну тоже деньги, между прочим. Ну, с учетом того… Бесплатно же вообще. Ну да. Вот. Так, наверное, вот сейчас какие-то встречи со студентами, наверное, вот что-то такое. Подожди, пожалуйста, выводы такие делать сразу. Итак. Ты же знаешь, на самом деле, Соня, есть такая мысль, про которую ты сказала, про зачетку, что сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. И что касается, собственно, фриланса, предпринимательства, собственного бизнеса, как ни крути, это собственный бизнес, это та же самая зачетка. Поэтому порой, мне кажется, иногда нужно на нее поработать, чтобы потом она тебе дала… Я свою зачетку во время сессии, помните, я не знаю, я просто в тот момент был очень суеверным человеком, ну, верящим в приметы, я бы так сказал. Я махал этой зачеткой из окна, и она вылетела у меня из рук и упала в лужу. Пришлось… Ну, как бы она такая уже была, не падре, поэтому халява приди, делайте, пожалуйста, в рамках помещения. И все будет прекрасно. Давайте будем немножечко финалить. Дадим классный совет тем студентам, которые сейчас выпускаются, и тем студентам, которые пришли на первый-второй курс и уже там, возможно, хотят искать себя. Как им жить дальше? Прям вот мотивационный посыл. Слушайте, Григорий, вот давай сначала будет неправильный совет, да, как у Тони Робинса и в песне у того же Киркорова. «Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Снег растаявший, он вода». В которой зачетка твоя. Ну, типа того. Ну, слушай, что тут совет? Мы, запомните, мы ничего так часто в жизни не делаем, как ждем, и раздаем кому-нибудь советы. Вот первый совет, наверное, в этом случае будет не ждать ничего. И, конечно же, действовать. Как бы банально это не звучало, потому что вот в случае с наставником, да, с Монатиком, по всему интернету разошлось это видео, где Серега, помните, да, про черный бумер, говорит ему, нет, вы, наверное, никогда не станете певцом. Да, и там еще и Шерпаков был, по-моему. Да, и прекрасный кейс с Клавой Кокой, когда ей сказали, что… То же самое отказали. Да, везде отказали, и сейчас она номер один. Если вам кто-то когда-то скажет, что вы чего-то там недостойны, меняйте педагога, меняйте работодателя и просто ищите индустрию, в которой, и компанию, в которой в вас поверят. Компанию я имею в виду не работодателя в данном случае, да, а в принципе окружение. Вот. Ну и еще один совет в одиночку, очень трудно начинать с нуля. Попробуйте собрать команду, вот. Один в поле не воин, я так считаю. Это очень правильно. Анастасия, дополните, пожалуйста. Да, 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 уже так много классных советов, не, правда, классных, очень все правильные советы. Я бы, наверное, сказала такую вещь, что надо помнить, недавнее мое такое открытие, философия жизненная, которая пришла, действительно нет никакой цели. Есть только путь, по которому мы идем. И вот надо об этом помнить, потому что никто не знает, у каждого это путь свой и не бывает правильно или неправильно. Бывает только так, как оно должно быть. Поэтому если вы что-то делаете, значит так надо. Если вы чего-то хотите, если где-то вам кажется, что вы упали, значит нужно было, чтобы вы в этот момент споткнулись, но дальше встали и пошли. Поэтому, наверное, мое пожелание просто наслаждаться этим путем и не жалеть ни о чем, и просто позволять себе его проживать так, как вам хочется. Постарайтесь просто не ставить самим себе оценки. Вот это вот не получилось, вот двойку себе поставь, вот прям куда? В дневник, на лоб. Постарайся анализировать. То есть вот чем мне нравится продюсирование, тем, что оно предполагает отсутствие оценочных суждений. То есть ты не сделал плохо, ты сделал каким-то образом, и это привело к такому-то результату. Проанализируй то, что ты сделал, то как ты это сделал, увидеть в какой момент действие привело к этому результату и измени. Если будешь думать так, то, скорее всего, ты поймешь, что добрая половина того, что ты сделал, была сделана верно. То есть просто в какой-то момент было совершено неверное действие или принято не то решение. Вот, анализируй, а не ставь оценки. Вот еще, наверное, так. Супер, друзья, коллеги. Супер, это сейчас была оценка, кстати. Оценила, оценила я, да, наш сегодняшний выход. Все-таки оценку нужно дать, потому что от чистого сердца, от души скажу, что это было здорово. И для вас сегодня было максимальное количество кейсов, инструментов. Пользуйтесь, верьте в себя, и самое главное, все получится. Главное, идти, если вы хотите и знаете ваш путь. Если не знаете, пробуйте, и все получится. С вами были прекрасные Анастасия Каманина и Евгений Вольтов и Софья Винсапер. До новых встреч, друзья. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok